приветствую всех на своем канале занятия для души вязания с натальей волковой данном видео я хочу представить вторую заключительную часть видео мк как связать очень теплую красивую и удобную женскую шапку ушанку связанную крючком и спицами ссылку на первую часть видео мк я вам обязательно оставлю в описании к данному видео также в конце видео я оставлю фото других своих работ на которые вы сможете найти бесплатные видео мк у меня на канале так что заходите смотрите возможно для кого-то данной информации будет интересной и полезной и так приятного всем просмотра и так как я уже дальше сказала следующее что нам остается сделать это только связать козырек и ушки перед вязанием козырька я рекомендую померить эту шапочку и примерно посмотреть какой ширины вам необходим этот козырек потому что это также достаточно индивидуально кому-то пошире нравится козырьки кому-то поуже то есть я сделала пример очку и чисто визуально поняла что мне козырек нужен примерно вот в районе 20 сантиметров и я поставила маркеры то есть начало и конец козырька и далее я буду вязать этот козырек из буклированной пряжи как вам и сказала и буду вязать козырек и ушки на спицах конечно кто там например совсем не умеет вязать на спицах то может воспользоваться крючком но я все-таки буклированную пряжу рекомендую вязать именно на спицах потому что крючком с ней очень сложно работать ну и плюс на мой взгляд на спицах это пряжа посимпатичнее немножечко смотрится тем более что я буду вязать абсолютно простым узором чулочной вязкой и я так думаю что даже вязальщица с минимальным опытом вязания она сможет выполнить именно связать этот козырек и так для начала мне необходимо зафиксировать буклированную пряжу вот в этом уголке с изнаночной стороны я буду делать набор то есть вот таким вот образом я располагаю эту шапочку то есть фиксирую ниточку вот в этом месте и так вот я зафиксировала ниточку букли опять же напоминаю я вижу в две нити и при фиксировании нитки я прихватила сразу отклад так и верхнюю часть этой шапочки и по такому же принципу я и дальше буду делать набор петель то есть вот я захватываю подклад и верхнюю часть и вытягиваю петельку вот таким вот образом далее я также прихватываю петельку с подклада и с верхней части и вытягиваю петлю вот таким вот образом опять же следующую при этом нужно смотреть по ситуации так как у нас пряжа на подкладе и на верхней части она была разной толщины то есть иногда я буду пропускать одну петлю вот на подкладе то есть вот дальше вот я например вижу что мне нужно прихватить отталкиваясь вот именно от верхней вот этой вот части шапочки что мне нужно прихватить через одну петлю то есть вот я ее прихватываю и следующую петлю я беру именно с верхней части то есть набор у меня происходит именно петель по верхней части вот этой вот шапочки по верхней части а подклад я уже смотрю по ситуации какую мне взять при этом петельку следующую или через одну так как у меня толщина пряжа была разная на подкладе и на верхней части то есть петли они у меня немножечко не совпадают но это не критично ничего в этом абсолютно страшного нет то есть вот таким вот образом я делаю набор петель именно прихватывая то есть вот так вот у меня получается с подкладочной стороны и вот таким вот образом у меня получается с лицевой стороны так как этот козырек потом он будет отворачиваться то есть прикрывать верхнюю часть шапочки то есть вот этого шва его видно не будет но если вы начнете например делать набор с лицевой стороны то есть с обратной вас вот этот вот шовчик получится с изнаночной стороны что будет не очень хорошо и не очень красиво потому что с изнаночной стороны он ничем прикрываться не будет поэтому я начала набор именно вот с изнаночной стороны так как потом будет отворотка и здесь должно быть все красиво а вот эта часть она потом прикроется то есть по такому принципу как я вам показала я буду делать набор вот до этого маркера и так я набрала на спицы не а петли вот таким вот образом у меня все выглядит всего общей сложности у меня получилось 34 петли спицы номер четыре с половиной еще раз напоминаю и вязала я в две нити после того как я сделала набор то есть я буду вязать именно этот козырек как уже и сказала что на букле раваны и пряжи на ней в принципе никакого абсолютно узора не будет видно поэтому я этот козырек буду вязать обычной чулочной вязкой так как у меня вот эта вот часть со стороны изнанки это будет потом у козырька лицевая сторона то есть лицо будет при поворачивании работы вот таким вот образом у меня получается что этот ряд я буду провязывать изнаночными петлями так как это у меня будет изнанка и так я снимаю первую кромочную петлю и далее вяжу обычными изнаночными петлями при этом именно в моей ситуации конечно вязать немножко сложновато потому что я буду вязать в две нити но возможно у вас будет букве немножечко потолще и вы будете вязать в одну нить то есть провязываю все петли изнаночными до конца этих петель то есть вот таким вот образом и так вот я провязала все изнаночные петли до конца ряда выглядит все таким вот образом можно сказать что вообще никак не видно узора поворачиваю я на изнаночную сторону то есть изнанку к себе и это так как часть будет у меня лицевой то есть я здесь все петли провязываю лицевой лицевыми петлями то есть я снимаю первую кромочную петлю и далее провязываю все петли лицевые до конца ряда таким вот образом вот у меня получается по такому принципу я провязываю до конца ряда и продолжу за кадром вязать именно чулочной вязкой этой этот козырек сожалению пока не могу точно сказать на какую длину ну в общей сложности я планирую это сделать козырек в районе где-то 8 9 сантиметров то есть я это еще посмотрю по ситуации провяжу какой-то участок за кадром покажу вам как у меня что получается также объясню каким образом я дальше буду работать и так я провязала еще немного козырек вязала чулочная вязка как и и говорила то есть вот с этой стороны это вот с этой у меня получается я провязывала лицевые петли а вот с этой вот стороны вот с этой я провязывала все петли изнаночные как видите все равно на этом на это именно пряжи никакого абсолютного узора не видно ряды именно я не считала сколько я провязала потому что на буклированной такой пряжи очень сложно это сделать ну вот если замерить линеечкой то я сейчас на данный момент провязала в общей сложности где-то примерно шесть с половиной сантиметров это вязала я просто прямо без каких-либо убавлений вы конечно же свою очередь можете например связать этот козырек или по длине или покороче то есть это уже чисто на ваше усмотрение как вам больше нравится так как я буду делать средний козырек то есть вот я провязала вот здесь вот шесть половиной сантиметров и далее я начну делать небольшие закругления по краям то есть с одной со второй стороны эти закругления у меня будут за счет того что я буду делать у бабочки буду делать убавление закрытие петель и в начале каждого ряда то есть с лицевой стороны это вот здесь вот у меня будет в начале ряда я буду делать убавление с изнаночной стороны это вот с этой стороны в начале ряда я буду делать убавление убавление буду делать следующим образом два раза закрою по 2 петли то есть один раз и второй раз два раза по 2 петли закрою потом третий раз я закрою 3 петли с одной и со второй стороны и еще один раз это я закрою 3 петли также с одной и со второй стороны и после того как вот у меня останется примерно вот такой вот участок я закрою все петли то есть это я уже все сделаю за кадром и покажу вам конечный вариант что у меня получилось и также объясню что я дальше буду делать и так я уже довязала полностью козырек выглядит он у меня вот таким вот образом сделала небольшие закругление вот с одной стороны и со второй стороны всего в общей сложности я провязала 8 рядов и в начале каждого ряда получается с одной со второй стороны я делал бабочки два раза по 2 петли и два раза по 3 петли и потом вот оставшиеся петли я все закрыла в общей сложности у меня получается что я провязала вот именно этот козырек на длину районе где-то десяти десяти с половиной сантиметров но опять же как я уже говорила длину козырька это вы должны уже самостоятельно регулировать какой вам больше нравится козырек и также при желании некоторые любят чтобы козырек он был как бы квадратный то есть это вы уже тоже должен смотреть что вам больше нравится если вам нравится например козырек квадратный то тогда соответственно просто не делайте вот эти вот закругление с двух сторон а просто вяжите на необходимую длину и потом закрываете все петли то есть это уже кому что так сказать нравится и далее после того как я уже вот связала на козырек следующее что я буду вязать это я буду вязать ушки ушки я буду вязать принципе по принципу и козырька на спицах обычной чулочной вязкой и теперь мне необходимо сделать набор петель вот получается от одного участка вот козырька и вот до сюда я должна набрать петлю при этом петли я буду набирать не прям вот впритык козырьку а где-то пропустив две петли то есть вот у меня получается две вот эти вот петельки я их пропускаю и в третью вот сюда петлю я фиксирую ниточку и так вот зафиксировала ниточку из пряжи вот букле пропустив 2 здесь петли и если вы обратите внимание если я козырек делала набор с изнаночной стороны то на ушки я буду делать набор с лицевой стороны то есть вот повернув к себе на лицом эту шапочку и набор петель буду делать по такому же ровно принципу как и и получается козырек я значит делала при наборе петель я буду сразу подхватывать петельку на как с верхней части шапочки также сразу из подклада то есть таким образом у нас получается что во время вязания козырька и ушек я плюс дополнительно еще делаю соединение верхней части этой шапочки и подклада то есть вот таким вот образом я делаю набор петель спицы беру эти же самые четыре с половиной у меня и вот таким вот образом точно также как козырек я набираю петли вот так вот протягивая по 1 петельки стараемся не пропускать вот эти голубые петельки и делаю набор в каждую петлю то есть вот по такому принципу я набираю петли по всему низу этой шапочки вот до этого участка то есть вот вот это у меня будет последняя петля набранная так как здесь с этой стороны я также оставлю пропущу две вот эти вот петельки так я набрала петли по краю шапочки по принципу как вам и показывала именно как вязала козырек то есть вот таким вот образом 2 петельки с одной стороны я не провязываю и с другой стороны точно также две петельки я не провязывала и вязала чулочная вязкой причем лицо у меня теперь вот с этой стороны а изнанка с обратной стороны соответственно в общей сложности я провязала где-то на длину четыре с половиной сантиметров то есть вот так вот и далее я уже начну вязать по отдельности одно и второе ушко всего в общей сложности у меня получилось пятьдесят шесть петель которые я соответственно разделила на пополам то есть вот я поставила маркер и первое что мне сейчас необходимо будет сделать это провязать вот этот вот участок до маркера я продолжу также вязать обычными лицевыми петлями снимаю первую кромочную петлю и провязываю до середины работы где у меня стоит маркер и так вот я провязала до середины работы и далее мне вот сзади получается вот на этом участке нужно будет сделать вырез под шею вырез я буду делать следующим образом то есть середина работы где у меня стоит маркер я делаю закрытие первых 5 петель обычным способом закрытие делаю с буклей сложно тяжело работать но тем не менее так 3 4 и 5 вот я закрыла первые 5 петель далее до конца ряда я провязываю все петельки лицевыми и соответственно поворачиваю работу и провязываю до конца следующего ряда это получается все петли изнаночные таким вот образом у меня все получилось это я довязала лицевой ряд и соответственно провязала изнаночный ряд и далее я буду начинать работу также с убавление только единственное что теперь на данный момент в этом ряду я буду убирать закрывать 3 петли вот я закрыла в начале ряда 3 петли и далее до конца ряда я провязываю все петли лицевые обычным способом вот так вот провязываю до конца ряда эти петли и соответственно провязываю до конца следующий изнаночный ряд и так вот я провязала предыдущий лицевой ряд и и изнаночные потихоньку ушки у меня увеличивается удлиняется как бы и вот еще один раз я сделаю убавление под шею то есть в этот раз начале лицевого ряда я буду убавление делать двух петель то есть вот я сделала две петельки бояло конечно тут ничего не видно но поэтому я вам очень подробно стараюсь все показать и рассказать каким образом я это провязываю и так до конца ряда получается далее я вижу все петли лицевые таким вот образом и следующий изнаночный ряд я провязываю все петли изнаночными и так вот я провязала уже получается лицевой изнаночный ряд формирование выреза именно по шее я уже закончила то есть вот этот вырез и далее я уже буду вязать чисто ушки и конечно же длину этих ушек вы должны регулировать самостоятельно в зависимости от того какую вы длину хотите я в данной ситуации хочу ушки не особо длинные поэтому я сразу начну постепенное закрытие этих ушек именно сразу после того как вот сделала вырез под шею но если вы предположим хотите чтобы ушки у вас были немножко по длине это вы еще можете провязать несколько рядов там 46 или сколько вам надо обычно чулочной вязкой и уже после этого соответственно делать убавление и так далее я вяжу следующий ряд как я уже сказала я буду делать убавление сразу вижу следующим образом я снимаю первую кромочную петлю провязываю одну лицевую петлю и следующие две петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево то есть вот так вот ничего не видно но я вам все объясняю далее я провязываю все получаются лицевые петли до последних трех петель вот еще две петельки мне осталось провязать вот я провязала до края у меня не считаю кромочную петлю остается три петли то есть я две первые петли поворачиваю местами чтобы просто красиво сделать закрытие хотя здесь все равно наверное ничего не будет видно и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая петля и кромочная изнаночная то есть вот таким вот образом я сделала небольшое закрытие далее я вижу следующий изнаночный ряд все петли изнаночные и следующие еще два ряда я провязываю по точно такому же принципу то есть следующий лицевой ряд я также провязываю закрытием в начале одной петельки и в конце ряда также я закрою 2 петельки то есть это я так провяжу следующий лицевой ряд и так вот я довязала получается изнаночный ряд после лицевого ряда что мы показывала и провязала еще следующие два ряда то есть лицевой ряд в котором я сделала у бабочки то есть по 2 вместе петли провязала в начале и в конце ряда при этом на спице у меня осталось 14 петель и далее я буду делать уже немножечко побольше закрытие то есть я провяжу еще буквально четыре ряда и получается закрою все петли теперь я буду делать убавление по 2 петли в начале и в конце ряда то есть вот я делаю закрытие 2 петель обычным способом далее я провязываю до конца все оставшиеся петли лицевыми кромочная изнаночная поворачиваю работу и делаю закрытие получается с изнаночной стороны с изнаночной стороны я делаю закрытие изнаночными петлями то есть вот так вот один раз и второй раз вот я делаю закрытие 2 петельки закрыла и далее до конца ряда тут уже петель остается совсем немножко у нас я провязываю все петли изнаночные поворачиваю работу и вижу следующий лицевой ряд точно также делая закрытие получается в начале ряда 2 петелек вот один и два таким вот образом далее до конца ряда я провязываю все петли лицевые кромочная изнаночная так вот поворачиваю работу и делаю закрытие 2 петель в начале ряда изнаночными петлями до конца ряда провязываю все петли изнаночные тут уже совсем немножко у меня осталось всего получается 6 петель у меня осталось которые я следующем лицевом ряду закрою уже все уже я больше не буду делать закрытие именно плавная то есть вот я все этих 6 петель я их закрываю сразу то есть ушка у меня это уже можно сказать что она уже закончилась вот я закрыла полностью ушка это ниточку естественно потом подрежу то есть и вот таким вот образом у меня все получилось в общей сложности у меня получилось ушка полная длина в районе одиннадцати с половиной сантиметров но естественно конечно есть и вы вдруг будете вязать по длине и то это вы уже должны сами смотреть и самое главное что вы должны записывать количество на петель которые вы что и как закрываете чтобы точно так же по такому же принципу сделать закрытие с обратной стороны то есть теперь только единственно что под шеи у нас будет закрытие в начале изнаночного ряда то есть точно так же я проводу в первом следующем вот изнаночном ряду то есть я вот здесь вот зафиксирую ниточку и начну вязать с изнаночного ряда вот с этой стороны так как лицевой ряд я уже провязала в начале изнаночного ряда я вот закрою один раз 5 петель потом 3 петли и закрою и потом 2 петли закрою и потом уже со следующего лицевого ряда я начну делать закрытия точно так же как с другой стороны ушка то есть два раза я сделаю закрытие начале и в конце лицевого ряда по одной петельки и два раза получается сделаю закрытие по 2 петли с одной со второй стороны и когда у меня останется 6 петель на спицы я их уже все закрою то есть вы обязательно должен запомнить или записать если вы вдруг менять будете закрытие этих петель для себя информацию чтобы так как на букле все-таки очень и очень сложно вот посчитать потом петли что вы как делали закрыть это тогда уже лучше записать для себя чтобы вы не потеряли эту информацию и не забыли и так по принципу как я вам сейчас объяснила точно так же я сейчас буду вязать вот это вот второе ушко и так я уже довязала полностью второе ушко то есть вот таким вот образом они у меня выглядят вот первое ушко второе ушко конечно же длину ушек это вы уже должны смотреть самостоятельно уже по ситуации вязать с результате у меня получилось вот такая вот шапочка я совсем совсем немножечко с изнаночной стороны обдала паром полотно того чтобы она немножечко расправилась но конечно же необходимо будет еще стирать эту шапочку после выполнения работы и так у меня остался совсем совсем маленький вот такой вот моточек пряжи которым я решила немножко обвязать и облагородить вот эти вот ушки нижние вот таким вот образом я сделала обвязку чтобы наглядно вам показать как это выглядит но в свою очередь конечно же можете обвязать каким-либо другим способом например которым умеете можно рачьим шагом например это уже на ваше усмотрение кому-то принципиально на ушках сделать кетлевку то есть это вы уже должны смотреть что вам и как больше нравится я посчитала что мне будет достаточно просто облагородить вот именно ушки потому что козырек скорее всего что я не буду обвязывать так как это обвязка она будет сливаться все равно с основным фоном и и практически не будет видно то есть козырек и скорее всего что обвязывать не буду оставлю вот таким вот но я еще посмотрю в процессе еще до конца не решила а вот ушки я решила немножко облагородить чтоб они не закручивались вот таким вот образом и чтобы более симпатично смотрелись и так для обвязки ушек на я зафиксировала ниточку вот в этом месте то есть при именно начале вязания ушек и обвязала не сложным способом дальше я вам сейчас покажу каким образом я делала эту обвязочку для того чтобы вам было более понятно но как я уже сказала способ обвязки это вы уже должны выбирать сами как вам больше нравится и так обвязочку я делаю с лицевой стороны то есть вот ко мне лицом находится сейчас на данный момент полотно и обвязываю следующим образом я делаю одну воздушную петлю накид и примерно вот на таком от расстоянии чуть меньше сантиметр потому что в каждую петельку здесь нереально попасть так как эти петельки по своей сути не видно ну вот примерно вот на расстоянии где-то чуть больше пол сантиметра я завожу по делаю накид завожу крючочек и вытаскиваю вот таким вот образом петельку и далее все три вот этих вот петли я провязываю одновременно то есть провязываю полустолбик с накидом вот так далее опять же 1 воздушная петля делаю 1 накид и опять же завожу крючок стараюсь через одинаковое расстояние это делать и сразу через три петельки я провязываю 1 воздушная петля и опять же где-то на таком от расстоянии вытягиваю петельку это как вариант обвязки вот так вот получается по такому принципу я буду делать обвязочку вот до конца вот этих вот ушек то есть вот до этого участка я буду делать эту обвязку но опять же если вам не нравится то конечно же не делаем или если вам нравится что-то другое то делаем на свое усмотрение я сделала так сказать на свое усмотрение и далее единственное что мы не останется сделать после того как я уже обвяжу ушки это постирать изделие для того чтобы она приняла свой окончательный внешний вид конечно же необходимо убрать абсолютно все торчащие ниточки чтобы у вас изделие было красивым и аккуратным том числе и изнутри все проверить что все было аккуратненько единственно что мне потом останется это сделать небольшой декор этой шапочки я изначально думала сделать пуговки но потом уже в процессе так сказать прикладывание этих пуговок я поняла что они не что-то не особо нравится поэтому скорее всего что я пришлю вот такую вот нашивочку на эту шапку но опять же декор изделия как я всегда говорю это чисто на усмотрение каждой вязальщицы кому-то вообще это декор не нужен и не нравится поэтому соответственно не пришиваем его в такой ситуации но я вот скорее всего что пришлю не очень точно но скорее всего что пришлю все таки вот это вот я нашел очку уже после стирки конечной обработки этой шапочки я еще посмотрю по факту что лучше будет смотреться и так все это я сделаю уже за кадром и покажу вам конечный вариант шапочки который у меня получился и так я уже полностью доделала шапочку постирала ее не забываем что обязательно конечно необходимо убрать абсолютно все ниточки чтобы изделие у вас выглядело красивым все таким вот образом у меня все выглядит внутри то есть как видите ниточек никаких у меня нет пришила на вот такую вот бирочка . мне побольше понравилось при этом я пришивала бирочку не насквозь а именно козырьку вот я пришила бирочку и после того как у меня уже была пришита бирочка просто зафиксировала козырек вот получается вот здесь вот сверху то есть вот в результате у меня получилась такая вот шапочка после стирки пряжа с мохером именно который я вязала козырек ушки она распушилась поэтому шапочка немножечко у меня сейчас пушится то есть вот таким вот образом у меня все выглядит задней части вот так вот обвязала я обычными полустолбиками с накидом этом шапочка получилась очень тепленькая двойная на такие приличные морозы в процессе работы у меня осталось два вот таких вот моточка пряжи от пряжи супер лана миди который я вязала вверх у меня можно сказать практически ничего не осталось очень-очень маленький моточек поэтому если вы будете кардинально например очень сильно увеличивать эту шапочку размер то я так думаю что вам 1 ма . может не хватит то есть вам придется брать 2 ма . и осталось вот больше 50 грамм буклированные пряжи то есть приличный такой моточек то есть можно сказать что на ушки у меня ушло где-то в пределах 50 грамм на ушки на козырек именно вот этой вот буклированные пряжи и так результат работы мне очень даже понравился шапочка получилась интересная необычная очень тепленькая как раз как сейчас вот модно им на шапочки ушанки очень надеюсь что данное видео мка будут для вас интересным полезным поэтому кому понравилось видео обязательно ставим лайк делимся данным видео со своими друзьями вдруг у вас кто-то также любит и умеет заниматься рукоделием подписываемся на мой канал чтобы не пропускать дальнейшем интересную полезную информацию досматриваем видео до конца так как в конце этого видео я оставлю фото других своих работ которые вы сможете найти бесплатные видео мка у меня на канале и так до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok 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 субтитры сделал DimaTorzok